Я бы хотел в Донецкой области производить действительно уникальный и 100% натуральный продукт. Это сыр-кур, это полезный продукт, который содержит в себе много кальция, различных витаминов, аминокислот. Тема, которую я выбрал, это то, что я могу и хочу действительно. Не потому, что я ее рассматривал не с точки зрения цифр рентабельности, хотя рентабельность у проекта получается довольно хорошая, 61%. Я выбирал тему, которую я могу и хочу. Вот он, сыр-кур. Хотите попробовать? Я уже пробовала. Да? Очень вкусный. Я бы его каждый день ел. И полезный. Это были врачи, которые ждали вылета в Арабские Эмираты. Да, мы с ними познакомились в гостинице, они достали мешочек с куртом и начали меня угощать. Я начал у них интересоваться. Это было 3,5 года назад. Ну, это открытие швейной фабрики по изготовлению детских мягких игрушек. Да, в чем плюс? У мягких игрушек нет ограничений в возрастной категории. То есть как и маленьким детям, так и взрослым девушкам очень приятно получить в подарок мягкую игрушку различных размеров. Также будут шиться игрушки на заказ. То есть от самого маленького размера до 5 метров размером, до 3 метров. Чего нет у нас в Украине, на данный момент этого, к сожалению, нет. Я мониторила. Здесь же трикотаж, здесь же натуральная оболочка. Естественно, наполнитель будет синтетический, потому что, если это будет натуральный наполнитель, то с временем там заведутся различные бактерии, какие-то, да, там, клещи, то есть и тому подобное, которые будут вызывать эролитическую реакцию у потребителя. Поэтому я планирую создать казака и разбойницу. То есть, в принципе, придумать какую-то легенду казака и разбойницы. Почему море, разбойники, естественно, ну, то есть как бы пираты, да, борьские наши. И казаки, если копнуть глубже, то в 16-м столетии в 200-марьуполе было казакское поселение, где у нас была домаха, поэтому казак. Это уже третий этап. В середньому у нас на каждом этапе 40-50 бизнес-проектов подается. Відповідно, переможцами стают, ну, 15-20 майбутніх куркулев. Но мы видим все больше и больше зацикавленность органов місцевого самоврядувания в поддержке этого проекта. Сегодня уже поддерживают, мы видим, и мисто Мариуполь, и мисто Добропилля, которые ранее стояли осторонь. Я думаю, что они уже понимали, что осторонь быть не вдастся, и нужно поддерживать такую областную инициативу. Мы всегда задумываем, чего вы сюда пришли, и на что вам нужны деньги. Но много людей четко понимают, для чего они пришли, на что они будут витрачать, какие обладнания покупать, кто-то купит худобу. Проекти, я же говорю, очень интересные. Ви уже, мабуть, бачили тут, від почекунів до сиру, від хліба, до комп'ютерних якихось навчальних курсів. Тобто, абсолютно різні сервіси. Сьогодні мені сподобалось, там була презентація фотосалону, наприклад. Тобто, куркуль – це не обов'язково той, хто працює на землі, як чомусь у нас ментально склалось. Це підприємник, це людина, яка готова брати на себе відповідальність за своє майбутнє життя. «Український, донецький куркуль – це власник, це антипод сумку. Якщо майже 80 років Советський Союз витравлював в українців відчуття власника, то на сьогоднішній день ми маємо повернути це відчуття. Власник, тобто самодостатня людина – це основа стрижень демократії. Ніколи директор заводу, власник заводу не накаже, за кого голосувати, кого підтримують. І якраз незворотність з демократичного напрямку розвитку Донеччини – це якраз створення цього середнього класу і цього куркуля. Це грантові гроші і фактично є до 250 тисяч з обласного бюджету і до 250 тисяч з місцевого бюджету. Тобто людина може отримати до 500 тисяч гривень грант. Це не просто так держава роздає гроші, це не Жибрівський видається, це Жибрівський, який мудрує гроші державні, гроші платників податки. І просто так ми на вітер не викидаємо. Але ці люди будуть платити податки, податки на заробітну плату, податки на додану вартість, патент чи податок на прибуток. І в найближчий час, тобто окупність для держави це років три буде, а далі чистий прибуток для держави буде. Тобто ми свідомо даємо вудочку для того, щоб була рибка, рибка як для людини, так і для держави. І власниці фінансові ресурси повертати не буде потрібно.